Розовое хобби Снег сошел, и я вместе с вами проведу проверку роз и сделаю необходимые процедуры. Сад уже не узнать, снега совсем нет, и даже проснулись первоцветы. Их тоже надо приводить в порядок, но я пока иду к розам. Как зимовали мои розы под этим укрытием, я еще не знаю. Посмотрим вместе с вами. Как и все мои розы, они были укрыты двумя слоями спонбонда плотностью 60. Сегодня после обработки роз я оставлю только один слой. Температура положительная даже ночью, поэтому розам будет достаточно комфортно. На первый взгляд роза выглядит неплохо. Вот это у меня институт Люмьер. Побеги выглядят достаточно здоровыми, все зеленые. Денек сегодня выдался очень солнечным, и оставлять надолго розы без укрытия я не буду. Сразу после проведения необходимых процедур укрою розу спонбондом. А вот эта роза Вивьен Вествуд, но выглядит она значительно хуже. Внизу у основания куста вы видите плесень. Это так называемая снежная плесень. Сама по себе она не страшна и бороться с ней не нужно. При попадании на нее солнечного света она проходит. Появление снежной плесени не угрожает розе. Поэтому сначала я проведу санитарную обрезку побегов. Вот обратите внимание, на конце одного из побегов произошло разветвление. Даже если все побеги зеленые, здоровые, то они не нужны в таком виде розе. Обязательно удаляю старую листву. Все засохшие, сломанные, заболевшие побеги нужно обрезать. Вот смотрите, верхушка побега не просто потемнела, а уже покрылась грибковым налетом. Такие побеги без промедления нужно удалять. Но вот здесь, посмотрите, действительно беда. Взгляните, какая трещина у коры образовалась. Это так называемая морозобойна. Морозобойные появляются при замерзании воды, попавшей в царапины на коре. Попробую обрезать побег. Срез сухой, нездоровый, коричневый. Обрежу ниже. И здесь то же самое. Значит, нужно вырезать полностью этот побег от самой корневой шейки. Если трещина небольшая, то можно замазать ранетом или обработать 1% медным купоросом. Ну вот, теперь срез зеленый. И я проведу обработку садовым бальзамом. Живица. Для роз побеги, у которых срезаются на кольцо, очень важно открыть корневую шейку, чтобы солнечные лучи прогрели место прививки, для того, чтобы пробудились спящие почки. А на этой розе загнил невызревший прошлогодний молодой побег. И остался сухой пенек, который тоже надо удалить. Все срезы на побегах толщиной 5-6 мм я обязательно обрабатываю. Посмотрите, а вот этот побег растет в центр куста и проходит через весь куст. Конечно, такой побег нужно удалить. Даже если он очень крепкий, здоровый, зеленый. А эта роза в целом перезимовала хорошо. Побеги в нее ровные, зеленые, без морозобоем. Но очень много тонких побегов. Они не выдержат цветы у розы. Поэтому их мы удалим сейчас. И еще у основания розы, видите, молодые побеги даже остались с листвой. Я не буду удалять совсем такие побеги. Я их слегка обрежу, укорочу. И вырежу все тонкие побеги. Вот так теперь выглядит роза после санитарной обрезки. Пока я занималась розами, муж обработал плодовые деревья и кустарники коктейлем для здоровья сада. Это были октара 8 граммов, хорус 2 грамма и пин 2 миллилитра. Сейчас и я обработаю розы этой же смесью и вновь закрою спонбондом. Уважаемые розоводы, не смею дольше отвлекать вас от важных весенних дел. Если у вас остались вопросы, задавайте. Я на них обязательно отвечу. Оставляйте ваши комментарии под видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео было вам полезно. Подпишитесь на канал, если вы не сделали этого раньше. Уважаемые подписчики, я благодарю вас за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовая Хобби. Розовая Хобби